Истребитель ЛА-5 Материалом конструкции самолета является сосна. Для изготовления лонжеронов крыла и некоторых шпангоутов использовалась дельта-древесина. Конструктивно ЛА-5 практически аналогичен ЛА-3. Изменения коснулись передней части фюзеляжа, они связаны с установкой нового двигателя и вооружения. Фюзеляж самолета ЛА-5 деревянный. Кир выполнен за одно целое с фюзеляжем. Крыло самолета деревянное, двухлонжеронной конструкции. Состоит из центроплана и двух отъемных консолей. Все элементы крыла изготовлены из сосны, дельта-древесины, фанеры и шпона. Крыло снабжено элеронами типа фриз, предкрылками автоматического действия. Для уменьшения посадочной скорости имеются щитки-закрылки. Предкрылки установлены в носовой части консоли крыла. Работа предкрылка осуществляется автоматически под действием аэродинамических сил. В выбранном положении предкрылок плотно входит в специальное углубление на консоли крыла и своим наружным контуром образует полный профиль консоли крыла. На больших углах атаки предкрылок открывается, и струя, проходя через щель между крылом и предкрылком, затягивает срыв потока до больших углов атаки крыла, чем у исходного профиля. Вследствие этого критический угол атаки крыла и его подъемная сила увеличиваются. Хвостовое оперение самолета свободы несущее, киль выполнен за одно целое с фузеляжем, стабилизатор и киль деревянной конструкции с обшивкой из фанеры. Руль высоты и поворота металлические, обшиты полотном и снабжены триммерами. Шасси одностоечное, хвостовое колесо убирающееся, уборка производится при помощи подъемника одновременно с подъемом шасси. Амортизаторы шасси масло-пневматические, тормоза колес воздушно-камерные. Управление тормозами смонтировано на ручке управления самолетом. Дифференциал торможения колес связан с педалями ножного управления. При зажатии тормозной гашетки и при нейтральном положении педалей будет тормозить оба колеса. Если выжать правую педаль, то будет тормозить правое колесо, если выжать левую, то будет тормозить левое колесо. На самолете установлен 14-цилиндровый мотор воздушного охлаждения М82 с номинальной мощностью 1550 л.с. на высоте 2100 метров при оборотах 2400 и на дуве 950 мм рт. ст. Двигатель М82 был разработан под руководством Аркадия Швейцова и является одним из наиболее удачных моторов воздушного охлаждения, созданных в годы Второй мировой войны. Правда, возрастало лобовое сопротивление самолета за счет большого мидера двигателя воздушного охлаждения. Тем не менее, мощность звезды с лихвой перекрывала рост сопротивления, позволяя получить большую скорость и скороподъемность. В управление мотором входит управление нормальным газом, управление высотным корректором, управление винтом, управление двухскоростным нагнетателем, управление форсажем, управление совком маслорадиатора и управление боковыми створками охлаждения мотора. Рычаг управления нормальным газом находится на левой стороне кабины вместе с регулятором постоянных оборотов и высотным корректором. Управление винтом для изменения угла установки лопастей служит регулятор постоянного числа оборотов R7 Регулятор может менять шаг винта автоматически и принудительно В бою не нужно следить за оборотами, регулятор все сделает за вас Вам лишь нужно задать нужные обороты и регулятор изменяя угол лопастей будет выдерживать заданные обороты На самолете установлен винт V105V диаметром 3,1 метр, который работает по прямой схеме и исключает возможность раскрутки винта при пикировании Углы установки лопастей от 22 градусов на малом шаге до 51 градуса на большом шаге Винт не флюгируется Управление высотным корректором После тестов, направленных на определение высоты, с которой начинается объединение топливной смеси Я пришел к выводу, что регулировка смеси не требуется до высоты 7000 метров Поэтому использовать высотный корректор нужно только для экономии топлива Мотор M82 имеет двускоростной центробежный нагнетатель с механическим приводом Который позволяет поддерживать мощность мотора до расчетной высоты Переключать нагнетатель на вторую ступень нужно в зависимости от ваших действий на определенной высоте Если вы набираете высоту на небольшой скорости, то переключать на вторую ступень нужно на высоте 4000 метров А если вы летите на большой скорости в горизонтальном полете, то вторую ступень нужно включать на высоте 5000 метров Когда мы летим на большой скорости выше границы высотности, в дело вступает скоростной надув за счет поджатия воздуха от скоростного напора От этого на первой ступени наша скорость будет выше, чем если бы мы переключились на вторую ступень. Но если наша цель набор высоты на малой скорости, то влияние скоростного надула почти не будет сказываться и поэтому переключаться на вторую ступень надо на 4000 метрах. Для эффективного охлаждения мотор имеет сильно развитую ребристую систему цилиндров, которые находятся в потоке воздуха. Через жалюзи на переднем кольце капота набегающий воздух устремляется в кольцевой туннель, обдувает ребристую поверхность цилиндров и выходит сзади мотора в два боковых кармана. Боковые карманы прикрываются створками, с помощью которых регулируется обдув цилиндров мотора. Полностью открытые створки уменьшают максимальную скорость на 35 км в час. Для охлаждения масла, выходящего из мотора, на самолете установлен сотовый радиатор S-образной формы. Он расположен под мотором, в тоннеле нижней крышки капота. На выходе туннель имеет регулируемую заслонку. Полностью открытая заслонка уменьшает скорость на 4 км в час. Форсированный режим двигателя можно использовать не более 5 минут. Можно использовать его и большее время, но это может привести к поломке двигателя. Поломка двигателя может произойти еще быстрее, если температура головок цилиндров достигает 250 градусов. И вы не предприняете меры для понижения температуры. Но достичь 250 градусов не так уж и просто. Для этого нужно закрыть полностью выходные створки и летать на небольших скоростях. Например, в сталфате у Земли. Когда мы крутимся, наша скорость 250-350 км в час. При таких скоростях смысла нет летать с закрытыми выходными створками, так как потеря скорости будет незначительна. Зато с открытыми выходными створками охлаждение будет лучше. Смысл закрывать полностью выходные створки есть, когда мы летим на форсаже на максимальной скорости. Тогда температура цилиндров будет держаться в районе 240 градусов. При этом масло радиатора должен быть открыт. Температура масла будет в пределах 116 градусов. И это даст возможность максимально долго лететь без повреждения двигателя. Без поломки двигателя можно пролететь не менее 5 минут у Земли. Обычно поломка происходит после 5,5 минут. Но бывает и немного больше. Поломка происходит из-за долгого использования форсажа, а не перегрева масла и головок цилиндров. Так как по РЛЛ опять сказано, при наборе высоты не допускать температуру головок цилиндров выше 250 градусов в течение не более 15 минут. А температуру масла выше 125 градусов в течение не более 5 минут. Управление форсажа можно осуществлять до высоты 2700 метров. Дальнейшее его использование на больших высотах не приведет к увеличению мощности двигателя и прибавке в скорости. Здесь хочу заметить, что продолжительность работы форсажного режима напрямую зависит от наддува. Если мы поднимемся на высоту 1000 метров, то наддув упадет. И время форсажа без поломки двигателя увеличится до 8 минут. А на высоте 1400-1500 метров, когда наддув равен 1100 мм трубного столба, мы можем использовать форсаж более 15 минут. Сейчас вы смотрите тесты, которые показывают, насколько идет прибавка в скорости при включении форсажа на высотах от 0 до 2700 метров. Развив максимальную скорость на номинальном режиме, я включаю форсаж и определяю, насколько возрастает скорость. Из этих тестов видно, что значительная прибавка в мощности и, соответственно, в скорости наблюдается до высоты 2000 метров. После 2000 метров происходит падение наддува, и мощность двигателя значительно уменьшается. Но все равно прибавка в скорости есть до высоты 2700 метров, пока наддув не подойдет к отметке 950 мм штутного столба, что является номинальным значением. На самолете установлено 5 бензобаков, максимальный запас топлива 370 кг или 521 литр. Три бензобака установлены в центроплане и два в консолях крыла. Все бензобаки соединены последовательно с центральным баком. Дренаж бензиновых баков осуществляется через трубопроводы системы нейтральных газов. Баки или заполняются нейтральными газами из системы выхлопа мотора, или же сообщаются с атмосферой при помощи перекрывного крама системы нейтральных газов. Отработанные газы, заполняя свободное пространство бензобаков над уровнем горючего, смешиваются с парами бензина и делают их взрывобезопасными. Для связи имеется приемно-передающая коротковолновая радиостанция типа RSI-4. Для высотных полетов имеется кислородное оборудование, при повреждении которого в игре игрок получает больше перегрузок на высоте более 200-400 метров, когда начинается работа оборудования. На самолете установлено две 20-мм синхронные пушки ШВАК с боекомплектом 170 снарядов в каждой. В настройках вооружения можно выставлять разные типы снарядов. Например, если вы хотите стрелять скрытно, без трассеров, чтобы противник не видел ваших выстрелов, то вам нужно выбрать бронебойные снаряды, а не синего цвета. Если вы хотите выбрать осколочно-фугасные снаряды, то они оранжевого цвета. Чтобы выбрать смешанную ленту, просто снимите галочку при выборе ленты. Продолжительность непрерывной стрельбы пушек составляет 14 секунд. Бомбовое вооружение состоит из двух 50-килограммовых осколочно-фугасных авиабомб ФАП-50СВ и двух 104-килограммовых осколочно-фугасных авиабомб ФАП-100М. Козырек кабины пилота имеет вариант замены на козырек с плоским остеклением для лучшего обзора, но при установке такого козырька реактировочная потеря скорости составит 2 км в час. Также есть возможность установки радиополукомпаса РПК-10 для навигации по радиомаякам. Кабина ЛА-5 идентична кабине ЛАК-3. Все органы управления и приборы находятся в тех же местах. Изменение заметных фонарей и высоте постановки прицела, что на мой взгляд сказывается на точности стрельбы. Также изменился прибор температуры воды, так как на ЛА-5 воздушное охлаждение, его заменили на прибор, который показывает температуру головок цилиндров. В полете всегда включайте подсветку приборов, чтобы они хорошо читались и вы не теряли время на определение их показаний. В полете фонарь кабины можно открыть только на скорости 370 км в час, а закрыть на 360 км в час. Полет с открытым фонарем уменьшает максимальную скорость на 23 км в час. Для того, чтобы управлять системой охлаждения двигателя, также форсированным режимом, нагнетателем, вам нужно зайти в настройки, назначение клавиш, выбрать управление двигателем и сделать здесь настройки. Вам нужно назначить расчетки управления двигателем, это тяга, общее управление оборотами винтов, также назначить, это вы будете облегчать и затяжелять винт, то есть понижать, повышать обороты. Общее управление топливной воздушной смеси вы можете настроить, переключение режима нагнетателя, форсаж обязательно. Тянем вниз, вот, ось общего управления створками масла радиаторов, сюда назначаем ось или кнопки. И тянем еще вниз, общее управление входными и выходными створками, сюда также назначаем кнопки или ось. Жмем применить, все, настройки сделаны. Сейчас давайте рассмотрим пикирование Ла-5. На мой взгляд, Ла-5 пикирует лучше, чем Як-1, Ла-5 крепче, хотя скорости максимальные при пикировании у них одинаковые и составляет 720 км в час. Но Як-1 при 720 у него уже край, это уже 730 уже вообще все разрушается, а Ла-5, в принципе, с уверенностью держит 750 км в час. При этом, конечно, нельзя делать резких каких-то движений, вы должны все делать плавно, чтобы у вас ничего не поотлетало. Я сейчас вам покажу, что я вторая попытка пикирования разогнал до 763 км в час, и у меня также ничего не отлетело. Поэтому делайте все плавно, и у вас ничего не отлетит. Итак, мы в кабине Ла-5, запускаем двигатель. Как вы видите, кабина, идентичная кабине ЛА-3, есть только новый прибор, температура цилиндров. Все остальное, все то же самое. Что у нас по рулению на Ла-5? То же самое, что и по Лак-3. Хвостовое колесо у нас не фиксируется, поэтому руление у нас довольно-таки проблематично, если не выдерживает строгих правил. Например, смотрите. Чтобы вы лучше понимали, почему происходит разворот при рулении, я нарисовал вам картинку с зонами-секторами, которые показывают степень опасности при рулении. По цифре 4 показана граница рулежки, по которой мы движемся. И чтобы оставаться в этой границе, в ее зоне, вы должны заранее предпринимать меры, если ваш прицел заходит за зоны, в которых уже сложно противодействовать развороту. Ваша задача, выжимая педали, выдерживать направление по зеленой зоне. Которая отмечена цифрой 1. Это достигается мелкими, непродолжительными выжиманиями педали. Если вы переборщили и зашли в красную зону под цифрой 3, то это означает, что если не выжать педаль в противоположную сторону разворота с зажатым тормозом, то вас может закрутить, или вы укатитесь за границу рулежки. Надеюсь, вы все поняли, и проблема с рулением у вас не возникнет. Выпускаем двигатель. Сразу включаем подсветку приборов, чтобы приборы были читаемы, вы хорошо все видели. После запуска двигателя нам нужно открывать, сделать три действия. Открыть выходные створки, открыть масло-радиатор и открыть входные створки. Нам нужно сделать три действия. Не забудьте про это. Обычно забываем про входные створки. Видим, что все у нас открыто, здесь масло открыто, а про входные мы забываем. То есть нужно сделать три действия, не забываем. Начинаем руление, даем тягу, поехали. С тягой поосторожнее, сильно давать не нужно. Постарайтесь как можно меньше давать тягу, потому что лавка сразу разворачивает. Если вы выжимаете еще и педаль сильно, то вообще все плохо происходит. Развороты большие. Перед крутыми поворотами, то есть под 90 градусов, лучше сбросьте тягу. Выжмите педаль. И чуть-чуть работали тормозами. Все, сделаю разворот, едем дальше. При выезде на ВПП обязательно сбросьте тягу, посмотрите никого или нет. Может быть кто-то садится, чтобы вы никому не мешали. Также вот в таких моментах, когда вы выезжаете, сбросьте тягу, потому что вот именно в таких моментах начинает разворот идти очень сильно. Мы выжимаем педаль, если у нас еще будет тяга, то потом уже не остановить это вращение и начинается кручение самолета. Так, мы готовы к взлету. Даем форсаж, даем полную тягу и даем правую педаль, чтобы компенсировать снос в левую сторону от реактивного момента. Ничего при разбеге делать не нужно. Просто выдерживайте направление. Самолет сам подымет хвост. Вам никаких действий делать не нужно. Ждем, когда скорость подымется до 200 км в час. И тянем плавненько ручку на себя. Самолет сделал отрыв. Сразу убираем шасси. Сразу закрываем фонарь. Прикрываем створки до 40% выходные. Можно выкрутить триммера на 40% и начинаем подъем. Нужно разогнаться до скорости 350 км в час. Это мы делаем все на форсаже. Еще включен форсаж. Форсаж у нас включен до того момента, пока головки цилиндров не подойдут к температуре 200 градусов. Как только подойдут, сразу выключаем форсаж. Дело в том, что дальнейший набор высоты у нас будет именно 200. Температура будет 200. Поэтому никаких проблем дальнейших с двигателем у нас не может быть. Мы просто наберем быстрее скорость и быстрее наберем высоту. Все, вот температура подошла. Мы выключаем форсаж. Также еще прикрываем до 30% выходные створки и набираем высоту. Набор высоты лучше убирать на скорости не менее 300 км в час. Я набираю где-то на 350 режима. Лучше пускай идет большая вдувка и двигатель у нас меньше будет перегреваться. В таком режиме мы набираем высоту. Если, конечно, вам нужно быстро набрать высоту, то да, здесь мы поднимаем нос. И можно даже набирать на скорости 280 км в час. Перед вами сейчас скоростя, для которых можно на разных высотах делать набор. Но я вам рекомендую не меньше 300 км в час делать набор. При наборе мы, как я вам уже говорил, первую ступень включаем на высоте 4000 метров. Если идем в наборе, если скорость наша менее 350 км в час. Если мы стоим в оризонте, например, на скорости, ходим до 5000, то мы ходим на первой ступени. Как только мы переходим 5000 метров, то мы включаем вторую ступень. Здесь все просто. Так же у нас корректор, как я вам уже говорил, корректор мы вообще не используем. То есть я сделал тесты, посмотрел, как работает автомат с автопилотом, ничего он вообще не трогает. До 7000 мы вообще не работаем корректором. Так что смесь мы не трогаем. Дальше. После того, как мы забрались на высоту 5000 метров, мы для экономии топлива, конечно же, убираем тягу. Например, до 80 или, может быть, 90%. Выставляем тягу и убираем обороты винта также до 90%. При этом мы полностью закрываем выходные створки и прикрываем масло-радиатор наполовину где-то. Все. В таком режиме мы ходим и ищем противника. Скорость при этом у нас будет очень высокая. Больше 420 км в час. Это нормальная скорость. На вас сложно зайти быстро. Если вы будете нормально осматриваться, то вы не пропустите на себя заход, если даже пропустили выше вас противника. То есть, постоянно смотрите на 6, осматривайтесь, и у вас никаких проблем с этим не возникнет. Если вдруг у вас на высоте вы сбросили тягу, может быть, даже вы на 70% экономия топлива, чем меньше вы ставите рут, чем меньше убираете обороты, тем меньше у вас потребление топлива. То при этом у вас может быть сильно охлаждаться. Сильное охлаждение идет, даже если вообще полностью вы все закроете. Но для того, чтобы у вас не охлаждалось сильно, нужно еще закрыть входные створки. До такого значения смотрите на приборы и закрываете до того момента, чтобы пока не будет нормальной температуры, например, 90 градусов. И держите 190-200 градусов головки цилиндра. Дальше. Если, конечно, у вас идет перегрев, если у вас идет перегрев двигателя, то множество действий. Во-первых, можно убрать тягу, выключить форсаж, открыть выходные, открыть масло, полностью открыть входные створки. И также больше разогнаться. То есть, чем больше скорость, тем лучше и будет у вас охлаждение. То есть, вот эти все действия, они ведут к тому, что ваша температура будет понижаться. Просто понимайте, как это работает. И все. И все у вас будет нормально. Старайтесь не превышать температуры. И все у вас будет хорошо. Двигатель на ЛА-5 в принципе живет очень хорошо и держит хорошие временные рамки. То есть, вы можете долго на нем работать на форсаже и при этом догонять противника. Идем на посадку. При посадке открывайте полностью выходные. Они-то хорошо тормозятся. Надеюсь, с посадкой у вас уже проблем не возникает. Главное, чтобы вы знаете, как происходит этот процесс посадки и все делайте правильно. корот, видите, небольшая. Я пытаюсь ее немного погасить. Все, видите, она начинает падать. Поэтому я выравниваюсь. Сразу выкручиваю триммера в ноль. Вот сейчас мы же начинаем выжимать тормоза. Сильно сильно не выжимайте педали. Работайте соразмерно, чтобы вас не закрутило в конце. Все, мы сели. Идем дальше. Сейчас давайте узнаем получше, на что способен самолет Ла-5 и какие у него есть слабые и сильные стороны. Для этого я со своим односквадником МК Тунгус с Серегой провели несколько тестов. Давайте посмотрим. Все тесты проведены с одинаковым количеством топлива. В первом тесте мы сравнялись и имея одинаковую скорость 400 км в час, одновременно включаем форсаж и чрезвычайный режим. Как вы видите, сейчас вы Мессер начинает опережать лавку и вырывается вперед. Но набрав скорость выше 500 км в час, Ла-5 начинает догонять и затем обгоняет Мессера и уходит. Мессеру остается только смотреть на лавку с перегретым двигателем. Догнать он уже ее не может. Двигатель перегрет. Что мы видим из этого теста? Из этого теста мы видим, делаем вывод, что Мессершмитт со средней скоростью в 400 км в час разгоняется быстрее, чем Ла-5. Но он не в состоянии держать долго максимальную скорость в горизонте из-за перегрева двигателя. Это заставляет его открывать радиаторы, что приводит к понижению скорости и Ла-5 его опережает. В следующем тесте наглядно показана слабая сторона Ла-5 перед Мессершмиттом. Это набор высоты и уход от Ла-5 используя набор высоты. Мы начинаем тест на одинаковой скорости и минимальном расстоянии друг от друга, чтобы четко видеть временной отрыв и иметь представление насколько Ла-5 отступает мессеру в наборе за короткий промежуток времени. Из теста видно, что главный козырь Ла-5, а именно его максимальная скорость, с легкостью побеждается обычным набором высоты на скорости не выше 400 километров в час. Мессершмитт уходит от Ла-5. Этим должны пользоваться все водители Мессершмиттов. То есть, делаем вывод, что уходить от преследования на Мессершмите в прямолинейном горизонтальном полете не следует. Нужно уходить только на подъеме, то есть, на наборе высоты. Если мы будем идти по прямой, то нас просто лавка догоняет. А как мы видим, с набором высоты она очень хорошо даже отстает. В третьем тесте мы проверяем, как в пикировании отрывается Мессершмитт от Ла-5 и как Ла-5 выскакивает на вертикаль за Мессером. Из теста видно, что в пологом пикировании отрыв незначительные и Ла-5 хорошо держится за Мессером. После пикирования Мессер уходит на вертикаль. Ла-5 вначале совсем незначительно уступает Мессеру, но чем меньше скорость, тем больше отрывается Мессер. Но если расстояние небольшое, то Ла-5 уверенно может достать и расстрелять его. В четвертом тесте мы проверили, сможет ли Ла-5 достать Мессера в вираже и выйти на огневую позицию. Ла-5 сидит на 6 у Мессера, Мессер уходит в вираж, который у него улучшен целых 3 секунды и пытается уйти в вираже. В принципе это ему удается сделать, но Ла-5 конечно у него есть быстрый выпуск щитков, выпуск который дает возможность довернуть до Мессера и сделать выстрел. Конечно выпуск щитов это последний шанс, который должен реализовать пилот Ла-5. Выстрел должен быть метким, так как второго шанса уже не будет. Всю скорость Ла-5 потеряет в довороте с выпущенными щитками и останется в очень плохой позиции. В пятом тесте мы проверили то же самое, но только Мессер теперь не будет стоять в вираже, а сделает более грамотно, он пойдет на восходящую спираль. И тут конечно Ла-5 проигрывает, так как при наборе высоты и выпуске щитков слишком сильно напоминаю, что все тесты проводились на одинаковых скоростях и равном количестве топлива. Если вы на Ла-5 имеете больше скорости чем у Мессера, то конечно ваши шансы увеличиваются и вы скорее всего сможете достать Мессер Шмидт. Но в таком положении и в такой ситуации это сделать очень сложно. В шестом тесте мы проверяем Фоккебульс 190 на разгон. Сравнявшись мы идем на скорости 400 км в час и одновременно включаем максимальный режим тяги. Сначала я сказал Сергею в первые 5 секунд разгона выдержать 2700 оборотов на автомате затем переключиться на ручник и больше автомат не использовать. В таком режиме мы пошли вровень до максимальных скоростей. Этот тест показал что разгон в прямолинейном полете у самолетов одинаковый. В седьмом тесте мы тестируем отрыв пикирования. С высоты 2000 метров начинаем пикирование. Вначале на Фокке также 5 секунд используется автомат. Полностью у нас идет 2700 оборотов. Затем включается ручник и что мы видим? В пикировании Фоккебульс понемногу начинает отрываться, а разогнавшись до земли уверенно увеличивает отрыв и уходит от Ла-5. Этот тест показал что Ла-5 проигрывает пикирование Фоккебульфу и проигрывает в сохранении скорости после пикирования. Ну и заключительный восьмой тест. В нем мы проверили сможет ли Фоккебульф уйти от Ла-5 в мелком климбе. Так как Ла-5 любит высокую скорость мы создаем невыгодные условия для нее и набираем высоту на скорости 450 км в час. Идя в мелком климбе Ла-5 не может догнать Фокку и после того как Фокка набрала высоту с 1000 метров она начинает разгон в пикировании и уходит от Ла-5. Этот тест показал что у Ла-5 очень мало шансов догнать Фокку в мелком наборе. Из этих тестов делаем вывод что Ла-5 это самолет который любит скорость. Это огромный плюс и преимущество перед мессерами но Фокке Вулф Ла-5 догоняет. Ла-5 отлично выпрыгивает за мессерами на вертикали и после полета в онлайне я могу вам сказать что Ла-5 очень хорошо висит на щитках что позволяет прицельно пострелять по зависшему противнику. Самолет имеет слабый разгон и уступает мессеру в наборе высоты а также не может догнать Фокке Вульф в мелком наборе скорости на 450 км в час Вираж проигрывает мессеру поэтому даже не думайте вставать в устоявшийся вираж Фокку не догоняет при равных условиях старта вот такие данные имеет Ла-5 Несмотря на это могу сказать что после продолжительных полетов в течение месяца мне очень понравился этот самолет он лучше Мига и если летать в паре или группой то я лучше бы выбрал Ла-5 чем Ла-5 сложно конечно если висеть на высоте изумить мессеров или при малейшей опасности бегать от них то выживать можно но бегать на красных самолетах лично для меня неинтересно на Ла-5 можно спокойно сбивать по 4-5 самолетов за вылет в то время как на Як-1 это не всегда удается из-за маленького боекомплекта самолет очень приятный в управлении слабо клонит влево от реактивного момента перегрев держит очень долго в общем мне очень понравился этот самолет единственный серьезный минус это нужно долго привыкать к стрельбе но если привыкнешь то сбивать можно пачками я сделал много записи своих вылетов на Ла-5 их вы сможете посмотреть в этой главе в них вы увидите что взаимодействие с напарниками дает большие шансы на успех можно хорошо защищаться и вести бои один на один сейчас вы смотрите бой в котором водитель мессера чувствует свое превосходство над Ла-5 и просто в наглую перетягивает ручку зная что Ла-5 менее маневренный самолет тем самым он загоняет себя в ситуацию с которой уже сложно выйти победителем или убежать это один из самых первых моих боев на Ла-5 в котором я старался ходить на энергии видя как противник перетягивает ручку щитков на нужный угол сейчас давайте посмотрим еще один бой один на один и я прокомментирую свои действия что и как я делаю и почему я хочу вам показать как мы будем в дальнейшем изучать бои мы будем брать бой и разбирать его от начала до конца не важно будет ли он удачный или нет главное чтобы вы понимали что нужно делать в какой момент и почему нужно это делать от вас я хотел бы услышать в комментариях что не хватало в пояснениях что на ваш взгляд для вас более интереснее услышать или как бы вы хотели разбирать бои возможно у вас появятся хорошие идеи итак ситуация боя была такая я шел домой и вижу вдалеке в расстоянии 5000 метров за мной идет мессер на моей высоте я делаю боевой разворот через правую сторону оказываюсь чуть выше него но при этом скорости у меня конечно же меньше дальше я начинаю доворачивать начинаю разгон я немного подвериваю и на форсаже с закрытыми выходными створками я начинаю разгон максимальная тяга как можно больше нам нужно разогнаться смотря на него смотрю на него и вижу что он как бы не старается мне идти в лоб и я решаю сделать первым разворот то есть убеждающий разворот я быстрее ухожу вверх то есть это конечно опасно то есть противник может вещи потянуть ручку и пойти за мной то есть я могу попасть на этом случае но он проскакивает дальше и получается что я уже вверху а он только идет вверх получается что я разворот сделаю быстрее верхней точке я на 20% опускающей точки и вот сейчас смотрите такой момент что противник видите он ровно идет это означает только одно то есть противник перетянул ручку и поймал блэб то есть он на большой скорости резко потянул и поймал блэб поэтому был в таком положении дальше я смотрю что он делает думал что он будет убегать но он не побежал дальше здесь тоже есть возможность пострелять я сразу иду на перевес ему режу угол и задираю нож чтобы еще стрелять стреляю возможно все мимо и теперь вот сейчас выдели да его бросила немного и тут уже понятно что противник начинает убегать какие действия я предпринимаю то есть смотрите мы находимся на нашей территории то есть на красной и противнику нужно убегать курсом 270 сейчас я разворяюсь разворачиваю где-то курсом на 0 то есть противник будет уходить левее я что делаю я заранее начинаю срезать ему угол то есть беру намного левее него то есть лечу туда где будет противник через какое-то время я не стараюсь лететь за ним прям прям вообще пикирую за ним я просто полога спускаюсь разгоняю фасаж включен все максимальная скорость набирается противник встал на 270 и пытается уйти но так я спускался скорость у меня огромная тем более что противник получил повреждение до этого возможно у него есть дырки и поэтому я его легко догоняю никуда он уже не уйдет от лавки все вот такой бой получился вот такого плана примерно будут уроки также хотел бы вас попросить если уроки помогают вам и у вас есть успехи вы узнаете постоянно что-то новое для себя в каждом уроке в общем уроки идут вам на пользу то не нужно писать мне обличку я знаю что вы благодарны мне иначе вы бы не смотрели этот урок лучшей благодарностью для меня будет сообщение на форуме или просто расскажите о школе своим друзьям знакомым вы можете написать на форуме просто сообщение что вам нравится школа вы много узнали нового ну а если что-то не нравится то так и напишите что не нравится конкретно я постараюсь исправить этот недочет заранее вам благодарен на этом у меня все я прощаюсь с вами увидимся в следующем уроке пока